Привет, друзья! Ну что, все мы знаем, что сегодня мы собрались ради великого книжного переселения, такого приятного, но трудоемкого занятия. И на самом деле это давно вынужденная мера, потому как на полках у меня сложилась уже не самая благоприятная ситуация. Растут, просто вырастают горы вторых рядов, что мне категорически не нравится. Книги я уже размещаю не по принципу куда надо, а по принципу куда влезет. Продолжение циклов тоже уже некуда ставить, в общем, ну такая себе ситуация. Поэтому сегодня мы с вами попытаемся это все дело исправить. Главная проблема, конечно, в том, что книгу мне серьезно прибавилось, а вот полок нет. Поэтому сегодня мы будем работать с тем, что имеем, придумывать то, как это все распределить, и самое главное, как избавиться от этих самых вторых рядов, как по-новому распределить книги. И надеюсь, что все получится. У меня есть определенный план, надеюсь, что он сработает. И сейчас я вам покажу вообще, какая на данный момент ситуация на полках, что меня не устраивает, что я хочу исправить, и к чему хочу прийти в итоге. Так что погнали! Смотрите, на самой верхней полке у меня лежат новые покупки, новые книги, которых вы еще не видели, но их тоже нужно распределить. Вот здесь тоже полка, скорее всего, будет расформироваться, несмотря на то, что она мне нравится. Но мне нравится, что комиксы стоят здесь, комиксы стоят вот там сверху, более того, там тоже толстые книги, большие. И я думаю о том, что мне определенно нужно нонфиг отделить от художки, потому что они там все вперемешку. Фантастическая полка это то, что, скорее всего, наименее всего у меня подвергнется переменам, потому что она мне очень нравится, но, как видите, здесь она уже целиком заполнена. И самое главное, что некуда ставить дюну, да, конечно же, нужно исправлять. Моя нежно обожаемая полка со Стивеном Кингом и Королевской Кровью здесь мне очень почему-то нравится это странное сочетание, может быть, за счет того, что книги как-то по цветовой гамме классно сочетаются, но тоже Стивена Кинга у меня прибавилось, в общем, с Королевской Кровью, скорее всего, им не подружиться, плюс и саму Королевскую Кровь хочется по-человечески как-то распределить. Вот это тоже моя большая печаль, потому что я изначально надеялась, что вся Робин Хобб, по крайней мере, ее книги о Элдерлингах и Гарри Поттер, две моих самых-самых любимых фэнтези-серий, в общем-то, смогут ужиться на одной полке. Но вот последняя кровь дракона, она не влезла, и, соответственно, все рушится, не говоря уже о том, что появился новый цикл Робин Хобб. Ну, как бы его я теоретически могла бы делить куда-то в отдельное место, но теперь уже точно Робин Хобб и Гарри Поттеру придется разъезжаться к огромной моей печали. Вот это полка, которую я не люблю, полка, которая какая-то солянка, плюс здесь вот белые книги стоят, ну, много белых книг, и мне тоже не нравится, как это выглядит, и я на них как-то внимания не обращаю, из-за того, что, может быть, они какие-то сливаются друг с другом. Ну и вот там вот сверху вообще какое-то безобразие стоит, и Батчеру тут места нет, конечно же, это тоже надо исправлять. Вот это полка, в принципе, которой мне нет особых претензий, но тоже мураками уже весь не лезет, поэтому тоже придется расформировать. Вот тут второй ряд. Здесь тоже у нас второй ряд, соответственно, да. Внизу у меня получается, что всякие тонкие книги, маленькие, в основном в мягкой обложке, и здесь тоже что-то делать надо. Потом у меня Янка Далк активно идет, и там, блин, вообще ужас какой-то творится. Ну, на первый взгляд все очень классно, но дело в том, что сейчас у меня тоже придут новые книги определенные, и есть уже какие-то определенные новые книги, и все, в общем, придется переделать. А вот эти две стопки, два ряда, то, что я, в общем-то, читаю или собираюсь читать в ближайшее время. Конечно же, понятно, что ситуация на фэнтези-полке Сандерсон Джордан тоже требует исправления. От этого второго ряда однозначно придется избавиться, потому что в основном я так размещаю вторые ряды, чтобы хотя бы не закрывать книги, которые сзади стоят. Но вот там у меня сзади лежит попкорн-букс и икс. Совсем не видно, это не дело. Эка тоже уже не местится, как-то не складывается тут у него. Конечно же, удручающая ситуация с большими книгами, их я тоже хочу разбить. Вообще, может быть, они даже и не будут все вместе стоять, потому что, как ей жаловалось, почему-то я их плохо читаю, несмотря на то, что здесь произведения, которые я люблю или которые очень хочу прочитать. Но, во-первых, они тоже не лезут, во-вторых, может быть, вот то, что они распределятся по-другому, мне поможет на них больше внимания обращать. И вот тут две полки с нонфиком идут, которые я вообще хочу убрать. Мне хочется, чтобы в этом шкафу был нонфик, только который непосредственно касается книг, и не было вот подобного рода нонфикшена, да, там, помоги себе сам и маркетинг, всякие, в общем, прикладные штуки. Мне не очень нравится, что они там стоят. И вот в подвале, который вы не увидите, который там внизу совсем, там книги на анхол, книги, с которыми я буду, в общем, расставаться. Ну что, друзья, в принципе, вы видели, какая ситуация сейчас сложилась на полках. У меня, на самом деле, основной план состоит в том, чтобы убрать лишний нонфикшен и таким образом освободить немного свободного места. У меня скоро на кухне закончится ремонт, и я планирую там пару полок, на которые как раз этот нонфикшен можно и поставить в дальнейшем. А сейчас же мне, помимо того, что вот это место освободится, мне хочется еще немножко по-другому тематически распределить книги на полках, то есть больше поставить их, наверное, не по жарам и по сериям, а именно по темам. То есть там книги про путешествия или биографии, соответственно, скорее всего, целый шкаф мы посвятим фэнтези-книгам. Как-то первый шкаф, скорее всего, будет больше посвящен такому современному роману, в серединке всякое любимое. Ну, по крайней мере, пока что у меня так это в голове. В общем, посмотрим, что получится. Сейчас для начала, конечно же, снимем все книги с полок, протрем их от пыли, ну а дальше я уже буду ломать голову над тем, как по-новому их на полке распределить. Продолжение следует... В общем, я, конечно, подозревала, что так будет, да? Но, тем не менее, один шкаф я освободила, там внизу только остались книги, которые не мои. И как бы, да... Место на диване практически закончилось, поэтому, по всей видимости, я все-таки заставлю всю комнату книгами сегодня. А знаете, что забавно? Сегодня мне еще привезут книг. Да, ну, конечно, их мы уже распределять никуда не будем, потому что, ну, потому что, во-первых, я их еще, по-моему, не показывала, показывать буду нескоро, но сам факт, конечно... Ну, это чисто по секрету. Вообще, я поняла, конечно, что я все неправильно делаю, мне надо было начать с дальнего шкафа, а потом продвигаться к последнему, который проще всего будет достать. Но, да, умная мысль приходит очень поздно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, пара, наверное, минут прошла для вас, для меня примерно полтора часа, но миссия выполнена. Абсолютно пустой шкаф за моей спиной, и я сейчас, соответственно, приступаю уже к протирке полок, а дальше мы займемся самым интересным и тем, что каждый раз мне ломает мозг, потому что распределить все на полке так, чтобы я осталась довольна, это очень тяжело. Ну, будем пробовать. В общем, полки я протерла, и пока я протирала полки, я в очередной раз думала, как я все расставлю, поняла, что вопросов гораздо больше, чем ответов. Но пару мыслей у меня все-таки есть, и с них мы, наверное, начнем. Как я и говорила, да, вот тот крайний шкаф, правый, я хочу сделать фэнтези шкафом, по всей видимости, середина, любимые книги, и вот этот уже будет, соответственно, под остальную литературу. И вот здесь есть полка, которая менее всех заметна, на Донхольное, скажем так. Туда я, скорее всего, поставлю Панова и Перумова, которых я, ну, точно не буду перечитывать в ближайшее время, и, в общем-то, переживу пока, если не буду их особенно видеть. Ну что, думаю, я начну с того, что буду примерно раскидывать книги по полкам, как я это себе вижу. Буду расставлять те книги, которые 100% будут оставаться, ну, фактически на том же месте. Но по большому счету, вот эта полка с космическими книгами, да, вот расставлю Панова и Перумова, и вот так вот буду подраскидывать примерно, что где должно оказаться, а там уже посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Весь из полей. В общем, я еще не расставила, мне кажется, даже половины, но у меня начинает складываться какое-то нехорошее ощущение, что пока я книги раскладываю, они почкованием размножаются. Не знаю, я уже вообще не понимаю, как я это все расставлю, и вообще у меня есть такое чувство, что я как будто бы просто полки местами меняю и добавляю, ну, серии, да, которые не вмещались, и я их уже целиком полностью вставлю. Но по большому счету, как будто бы не что-то глобально меняется. Ну, не знаю, я пока прям в какой-то растерянности. У меня всегда такое чувство есть, когда я только-только начинаю на полке книги ставить, у меня всегда есть ощущение, что что-то не так, что вообще я не знаю, куда бежать и что делать. Но я уверена, что потом, когда я все более-менее расставлю, то картина мира какая-то, в общем, получится. Но еще у меня сейчас есть ощущение, что нонфик вообще никакой не влезет, даже тот, который я сюда хотела ставить обратно. Ну, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, есть ощущение, что какая-то ситуация начинает складываться, как-то полки вырисовываются. Но у меня все еще во мне горит и пышет. Я все больше уверяюсь в том, что я не понимаю, как это все, честно говоря, на полки влезет. Ну, как-то же оно там помещалось, значит, и сейчас поместится. Но у меня очень много вопросов. В общем, пока вот такая ситуация складывается. Фэнтези-шкаф разрастается на два шкафа. Но вот здесь, как я и хотела, пока у меня складывается история с современной литературой, ну, как классической современной литературой такого плана. Вот там у меня вроде как любимые книги, там перспективно любимые. Ну, не знаю. Я все еще в горе книг. Чувырла там прячется от того дурдома, который я здесь сотворила. Пол шкафа заполнено. Не знаю. Ситуация очень тревожная, потому что очень много книг не на полках, почти все полки заполнены. Да, они достаточно симпатично получаются, мне, в общем-то, нравится. Но я понимаю, что так я все точно не помещу, потому что, ну, смотрите сами. Вот это все еще не распределено. Да, кажется, что не очень много, но здесь еще чуть-чуть гор. И вот там гора. И вот как бы полки почти заполнены. Почти нет места. Я понимаю, что, ну, ну, вообще. И сейчас я думаю о том, что я вот чем больше на них смотрю, тем больше думаю о том, что Стивена Кинга, я вот на ту правую полку буду вот туда я буду перемещать Стивена Кинга. У меня вообще нет места под Янка Далт, а мне бы хотелось, чтобы это как-то все вместе было в одном. Но что мне нравится пока, вот как смотрятся сверху тонкие книги, которые у меня внизу стояли, а вот комиксы приехали вниз. Но пока я вообще с этим не уверена. И самое главное, что вообще не вмещается вот в этот шкаф то, что я хотела в него отправить, а именно чтобы здесь была вся такая, вся современкая классика. И, в общем, это походу вообще нереально. И фэнтези как-то так рассредоточилась. И я понимаю, что за счет того, что я красиво распределила фэнтези, я сожрала все место на полках. Да, и вот верхние тоже, не знаю, сейчас что-то буду придумывать. В общем, смотрите, как сердце мне велело, я перенесла в последний шкаф Кинга. И да, здесь у меня сразу нарисовался ему второй ряд, но там видно, какие книги за ним стоят. Так что не страшно пока, что мне кажется. И вот здесь у меня, да, у меня стихийно образовался больше второй шкаф фэнтези. Но, соответственно, я пока что вместила, ну, может быть, еще сделаю кое-какие перемещения. Вот, возможно, Таню Гротер отсюда перемещу. Все-таки на Янгдал сторону. Просто логичнее будет пеховое паново все-таки сюда перенести. Но я не очень хочу их видеть активно. Мне Таню приятнее видеть, чем пеховое паново, честно говоря. Но зато здесь вот три полноценные полки сейчас у нас свободные. Туда буду определять Янгдалт и посмотрим, что выйдет в итоге. Ну, что, друзья, казалось бы, мы на финишной прямой. Казалось бы, но нет. Ну, в общем-то, нужно распределить вот это. Но я не очень понимаю, куда. Да, здесь есть несколько лаком, но все достаточно плотно. Я освободила две полки. Вопрос. Куда, как это все размещалось в этом шкафу? Я не понимаю. Продолжение следует... Я почему-то решительно обхожу стороной вот эту стопку. Наверное, потому что я вообще не представляю, куда это ставить. Ну что, друзья, невероятно, но я закончила. Я пока в очень странных чувствах по поводу того, что получилось. Ну, давайте сейчас покажу. Вместе посмотрим, в общем, что я тут наворотила. Я триллион раз, по-моему, все меняла и до сих пор не уверена, что довольна тем, что вышло. Ну, пойдемте смотреть. Первый шкаф получился, в принципе, как я и планировала, то есть с литературой такой современной и классической. В общем, тут ничего, по большому счету, лишнего-то и нет. Я просто немножко иначе себе это представляла. Как вы видите, полностью от вторых рядов избавиться не удалось. сверху стоит нонфик по искусству и разные тяжелые, большие, сложные книги. Дальше у меня здесь как раз, ну, в основном, современка. И да, там затесалось тоже немножко страшных книг, типа Улиса и Гюнтера Грасса. Дальше смешанная у меня тут такая полка. Здесь русская литература. В общем, мне немножечко совсем удалось разделить азбуку большие книги. В основном она осталась здесь. И все равно вот, да, лежит там современная классика. По крайней мере, русскую литературу мне удалось убрать. Дальше у нас здесь тоже всякая современка в основном. Ну, там, хотя немножко классики тоже затесалось. Дальше что здесь? Здесь получается маленький кусочек детективов можно увидеть. Потом попкорн. Потом тоже здесь такие вдохновляющие книги про людей, которые преодолевали разные сложности. И еще кусочек про путешествия. Потом у нас тут уголок мураками и уголок по принципу что осталось, то и запихнулось. Вот здесь самая нижняя полка в этом шкафу. Здесь у меня куча литературы о книгах. Просто огромное какое-то количество. Я даже не думала, что их так много. И вот дальше там в углу это в основном биографии. Несмотря на то, что там стоит империя, которая должна умереть, тоже по принципу не влезла. А дальше за ними всякие автофикшн, биографии вот такого духа на книге. Потом у меня остался здесь практически неизменная полка, потому что она по высоте очень хорошо подходит под Таню Гротер, под Мефодия Буслаева. И тут еще немножко такого Янка Далта у меня есть. Дальше уже изменения. Здесь Роберт Джордан, который выстроился в ряд. Красавчик такой. Дальше у меня Аберкромби и Патрик Ротфуз. Не очень люблю эту серию. В общем, как-то ее влепило между яркими книгами, чтобы она хотя бы на себя внимания обращала. Дальше Батчер и временно там стоит Пехов и Валента. Временно, потому что Батчера продолжают выпускать и, соответственно, они отсюда переедут. Потом Полка Любимка называется. Здесь у меня Гарри Поттер с английским Гарри Поттером стоит обычный Гарри Поттер. Ну и дальше Корлевская Кровь, Диченки, Дом в Котором, потом Робин Хобб тоже вся выстроилась и там еще кусочек Пехова явно тоже переедет, который отсюда. Дальше тут Полка с комиксами тоже с большими подарочными изданиями. Ну и, как я и говорила, практически неизменная Полка с Фантастикой, но, в общем-то, и всю Фантастику, несмотря на то, что изначально я ее пыталась разделить, в итоге всю туда вместила. Затем Полка с маленькими всякими книгами, неформатными, тонкими, мягкими. Стивен Кинг тут притулился и разные книжечки темные, мрачные. Еще одна Полка с Фэнтези, здесь у нас Тэту Ильямс, потом вот так прекрасно стал Брэндон Сандерсон, потом Джосайя Бэнкрофт и так по мелочи разные. И, в общем-то, в принципе, да, вот так вот она продолжается в Робин Хобб, поэтому все логично. Дальше две Полки с Янка Далтам и такой подростковой литературой, здесь и Локвуд, здесь и, в принципе, Джонатан Страут, здесь Лунные Хроники, Крис Колфер, с которым надо уже определиться, наконец, мне кажется, я его и не буду читать, что он тогда место занимает. Ну, а ниже сквозь зеркала Спасители Сын, да, единственная лакуна, намекающая на то, что здесь будет стоять, в общем, Либордуга, разные подростковые книги. Здесь прикрывают Панова и Перумова книги, не потому что я так не люблю Панова и Перумова, просто я их читала достаточно давно, пока возвращаться не собираюсь. Вот здесь вот всякие книги, в которых я сомневаюсь, ну, и там книги тоже, к которым я в ближайшее время не планирую возвращаться. Ну что, друзья, вот таким получился этот день, совсем непростым, но достаточно занимательным. Не один раз я кричала, о боже, зачем я все это вообще затеяла, потому что непонятно было, как эти книги размещать, и до сих пор я не уверена, что все меня устраивает на 100%, но буду уже смотреть в эксплуатации, в любом случае книги стоят по-новому, и я надеюсь, что на какие-то из них я обращу свое внимание более пристально. Но что я совершенно точно поняла после сегодняшнего дня, что нужно что-то делать со всеми этими книгами, подразгрести, да, и прежде всего те, в которых я сомневаюсь, или которые очень давно залежались на моих полках, например, как тот же Крис Колфер, которого я прочитала одну книгу, в общем, достаточно сильно сомневалась, доставит ли мне удовольствие этот цикл, но тем не менее оставил, и в общем, они лежат и занимают место, надо что-то с такими книгами побыстрее сделать, потому что, ну правда, других полок у меня не появится, еще пять шкафов я себе не куплю, нужно будет работать с тем, что есть, и, конечно же, я уже все с этих полок сняла, что могла снять, и нужно теперь будет придумать, куда эти книги, этот нонфиг поставить, художественную литературу я хочу продолжать покупать, соответственно, их нужно будет куда-то ставить, нужно будет что-то с ними придумывать, и, да, я очень серьезно задумалась над тем, как мне подразгрести свои завалы. Ну, а я же надеюсь, что вам было любопытно провести это время вместе со мной, позалипать на процесс перестановки книг с полки на полку, в принципе, позалипать на книги, надеюсь, вы хорошо провели время, большое спасибо, что смотрели, и пока-пока!